Всем привет! В этой серии я расскажу про то, как мы делали фары. Я попросил своего знакомого изготовить 3D модель фары. Когда он ее сделал, мы ее вывели на печать на 3D принтере. Из-за того, что фара немаленького размера, мы печатали ее по частям на принтере. Когда все части фары были напечатаны, мы их склеили между собой и получили цельную деталь. После того, как мы склеили части фары, мы начали их дорабатывать, так как форма была не идеальной, потому что невозможно было учесть линию изгиба капота при моделировании фары. И ее пришлось дорабатывать с помощью шпатлевки. Вот так вот выглядит склеенная фара, но она уже тут не просто склеена, она уже тут доведенная, уже отшлифованная и покрыта грунтом и лаком. Изнутри, на местах склейки, она выглядит, конечно, не так красиво. С обратной стороны детали можно наблюдать следы печати, также следы склейки. По сути, с напечатав фары, можно было бы и их самих установить в машину и ездить, так как напечатаны они из ЭБС-пластика, он очень крепкий. Но, так как мы делаем машину на каждый день, на дороге всякое случается, мало ли там ДТП или еще там что-то, пришлось бы заново перепечатывать фару, а потом опять так же склеивать и доводить всю поверхность до идеала, но это вообще не вариант. Мы решили с этих заготовок снять матрицы. Как можно видеть, сама фара имеет очень сложную форму, то есть снять стеклопластиковую матрицу с нее практически невозможно. Поэтому мы стали думать, как бы это можно было сделать. Мой друг Дима подсказал мне, что, чтобы снять матрицу со сложной формы, можно использовать формовочный силикон. Мы купили вот такой силикон. Сам силикон имеет вот такой вид. Купив все необходимые материалы, нам нужно было приступать непосредственно к снятию формы. Для этого нам нужно было определиться с положением заготовки. Форму с деталями мы решили снимать путем заливки. Для этого нам нужно было фару разместить в максимально горизонтальном положении по верхней ее плоскости. По краям фары нам нужно было сделать опалубку. Как мы ее сделали, я вам сейчас покажу на примере другой фары. Опалубку мы сделали следующим образом. Мы расположили горизонтально фару, потом со всех сторон это все запенили монтажной пеной. Пену по краям обрезали, получилось где-то по сантиметру с каждой стороны. После чего мы все обклеили алюминиевым скотчем. И опустили все до основания столешницы. Далее нам нужно будет сделать отбортовку для того, чтобы заливать силикон. Изготовили вот такую штуку. Она надевается на нашу заготовку фары. Образуется зазор между ними в полсантиметра. И сверху все заливается силиконом. И ждем 12 часов до его застывания. После того, как силикон застыл, достаем его из формы. У нас получается вот такая силиконовая матрица. Итак, как вообще отливается деталь. Берется силиконовая форма и в нее заливается полиуретановый наливной пластик. Но так как матрица у нас очень сильно изгибается, нам нужно поместить ее на жесткое основание. И изготовить вот такую отбортовку, чтобы форма не потеряла своей геометрии. Вот таким путем заправляем форму в нашу отбортовку. Главное, чтобы она плотно сидела. Плотно пролегала. Нигде не изгибалась. Подготовив форму к заливке, начинаем мешать пластик. Берем пластик и мешаем его в пропорции 10 к 6. 100 грамм пластика. 6 частей. Все, я сегодня не открывал его. Очень важно тщательно перемешать два этих компонента. Иначе пластик может просто не затвердеть. Когда размешали пластик, вливаем его в форму. Когда налили пластик в форму, раскатываем его по всей плоскости, как тесто по сковородке, когда готовим блины. Делаем это аккуратно, чтобы пластик не вылился за границы нашей матрицы. Нам необходимо сделать около 4-5 заливок для того, чтобы нарастить толщину пластика. Иначе форма будет очень тонкая. И когда будем доставать детали из матрицы, она просто сломается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для отливки мы используем американский пластик повышенной термостойкости, так как, когда фара светит, она нагревается. На отливку фары уходит примерно минут 15. Также нужно подождать еще минут 20, чтобы пластик затвердел, и деталь можно было доставать из матрицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть на изготовление одного корпуса фары уходит примерно полчаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала достаем саму матрицу, пытаемся это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это нам не нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отклепляем силикон от пластика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратненько, потихонечку вытягиваем фару из матрицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Вот у нас получился корпус фары. Когда достали корпус из матрицы, остается его немножечко доработать. Обрезать вот эту опалубку, которую мы делали изначально, и доработать поверхность. После того, как мы это сделали, фара будет выглядеть примерно вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот корпус фары мы уже установили биксеноновую линзу, поворотник и ступеньки с диодами. Ступеньки распечатаны из прозрачного пластика на 3D-принтере. Для корпуса фары мы сварили вот такой подфарник, которому мы уже приварили кронштейны для крепления к непосредственно машине. С помощью матрицы за день можно изготовить примерно 5 комплектов фар, одинаковых по качеству и по форме. По фаре нам осталось ее покрасить, установить электрику и изготовить стекло. Процесс изготовления стекла мы покажем вам в другом выпуске. А также мы покажем вам процесс создания и хромирования задней оптики. Поэтому подписывайся на канал и следи за обновлениями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok